Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Gadgetmania и сегодня мы с вами побеседуем Мы сделаем, скажем так, большой обзор, сравнение двух устройств от компании Huawei Это уже распакованный нами Huawei Honor 5X и, конечно же, Huawei Honor 7 Распаковки данных смартфонов вы можете посмотреть по аннотациям, либо по ссылкам в описании под этим видео Итак, мы начинаем, поехали! Конечно же, в первую очередь нам стоит обратить внимание на внешний вид устройства С одной стороны они похожи, как братья-близнецы, но с другой стороны немножко разные материалы Конечно же, приобретая смартфоны, любой продукт вы смотрите на внешний вид Давайте сравним эти данные два смартфона именно по экстерьеру Слева у нас находится Huawei Honor 5X, справа Huawei Honor 7 Premium Итак, Huawei Honor 5X выполнен в металлическом корпусе в цвете Space Gray Задник у него, задняя крышка, точнее, задняя часть смартфона у нас выполнена, скажем так, в едином стиле Так же, как, в принципе, и в Honor 7-ом Абсолютно идентичные материалы корпуса Практически тот же самый алюминий, но на деле получается следующее Я походил с этим смартфоном, то есть, подержал его в руке, скажем так, определенное количество времени И со временем я понял, что данный вид алюминия, он не такой, как в этом смартфоне Здесь этот смартфон в силу определенных обстоятельств чуть-чуть потяжелее Хотя, в принципе, у него батарейки практически идентичные Но вот именно этот алюминий, он сделан немножко, наверное, из другого сплава По внешнему виду, как вы можете посмотреть, эти смартфоны братья-близнецы У обоих смартфонов сверху есть глазочек камеры Здесь практически с зеркальной точностью отображен глазочек вспышечки Здесь она однотонная, здесь она двухтонная Оба смартфона имеют сверху и снизу пластиковые вставки Грани смартфонов выполнены вот такой вот насечкой То есть, скажем так, строгие линии присутствуют Немножко напоминают продукцию компании Apple Очень хорошо, что многие бренды пытаются слезать, скажем так, дизайн и выполнение смартфонов У великой компании из Купертино Но сейчас дело обстоит немножко в другом У Huawei Honor 7 присутствует вот такая вот металлическая огранка По периметру самого дисплея У, конечно же, 5X это не металлопластик, она тоже присутствует Экраны не 2,5D, как это сейчас модно делать Но, в принципе, они очень-очень сильно похожи И если бы я не знал, что этот смартфон стоит 17 тысяч рублей Я бы мог за него предложить, соответственно, большую сумму денег Что касается остальных, скажем так, органов управления Они абсолютно одинаково расположены Здесь и здесь у нас есть клавиши включения-выключения Здесь и здесь у нас есть лоточки под сим-карты Единственное отличие Honor 7 от 5X это наличие умной программированной кнопкой Это достаточно удобная фишка, потому что вы сюда можете назначить любое действие Вызов приложения, либо, допустим, открытие камеры, либо снимок камерой В общем, в жизни, в повседневном использовании это может пригодиться В 5X такого момента нету Но, смотрите, в 5X слоты под сим-карты и под карты памяти у нас отдельные Что позволяет, в принципе, не перезагружать смартфон Допустим, если вы достаете карточку памяти На деле, на самом деле, это очень помогает И в повседневной жизни вы потратите, точнее, не потратите несколько секунд на перезагрузку смартфона И, соответственно, сэкономите время Сверху тоже практически идентичны расположения микрофонов Единственное, что у 7-го есть инфракрасный датчик Микрофон и джек 3.5 тоже практически на одинаковом расстоянии находятся В общем, если честно, они очень-очень похожи Но в руках, вот если вы пройдете в магазин Или где-то есть у вас возможность потрогать и тот, и тот аппарат Конечно же, потрогав аппарат 5X, вы получаете удовольствие от того, что вы держите его в руке Потому что закаленное стекло, соответственно, наличие металлической задней крышки Но после того, как вы возьмете в руки аппарат, допустим, который сделан из другого материала Хотя тоже металлический Вы, конечно же, почувствуете разницу С этой разницы начинается как раз-таки разница в стоимости Этот смартфон стоит 17 тысяч рублей Этот смартфон стоит 27 тысяч рублей Конечно же, не стоит забывать про то, что каждый смартфон, современный смартфон Это мини-компьютер у вас в руках С помощью которого вы выходите в социальную сеть Сервите в интернете, смотрите ролики на YouTube В том числе наш канал Пишите в комментариях, если вы это делаете И обязательно поставьте пальцы вверх И сейчас мы посмотрим на технические характеристики обоих смартфонов И его поведение в повседневной жизни Что одного, что другого смартфона Итак, продолжаем рассказывать про смартфоны Huawei Это обзор сравнения данных двух моделей И сейчас мы, наверное, поговорим о том, в принципе, что интересует каждого пользователя После того, как он выбрал дизайн Конечно же, интересует производительность Той или иной вещи, которую он приобретает Оба смартфона – это современные гаджеты Конечно же, у них есть возможность выходить в интернет У них есть возможность выходить в интернет с помощью 4G Wi-Fi, Bluetooth, GPS – все здесь есть И, в принципе, по скорости соединения разницы нет никакой Единственная разница – это, конечно же, в технических характеристиках В Honor 5X установлен процессор Snapdragon 615 Он выдает результаты, скажем так Которые вам позволят играть на средних настройках в современные 3D-игры Которые позволят пользоваться данным смартфоном И не будет никаких подглючиваний Но, опять же, стоит учитывать, что в бюджетный смартфон не установят флагманское железо В нашем же случае в Huawei Honor 7 железо тоже, скажем так, не совсем супер-пупер навороченное Но это флагманское железо конца 2015-го, начала 2016-го года Процессор собственного изготовления компании Huawei HiSilicon Kirin 935 С тактовой частотой 2,2 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти И этот смартфон, конечно же, показывает в бенчмарках результаты гораздо больше, чем смартфон Huawei Honor 5X Как же это все происходит в жизни? Давайте посмотрим Я вам покажу на примере Выгрузим все из памяти Здесь у нас ничего нету На примере, допустим, приложений, которые очень энергоемкие И занимают определенное количество оперативной памяти И в процессе использования можно посмотреть, есть ли глюки, есть ли фризы именно в интерфейсе Потому что бенчмарки бенчмарками, а телефоном пользоваться и смартфоном пользоваться Человек будет не только на бенчмарках, он будет пользоваться обычными приложениями Итак, у нас есть стандартные приложения, которые установлены в смартфоне по умолчанию Это Google+, здесь и здесь это приложение мы открываем Сейчас попробуем открыть его вот таким вот образом Как вы видите, Huawei Honor 5X открылся немножко даже больше Точнее, быстрее, чем Huawei Honor 7 Давайте я буду называть 5 без полного названия А 5X и 7 В общем, по интерфейсу сейчас я, соответственно, по очереди буду вам показывать Есть ли какие-то глюки, фризы в процессе скроллинга того или иного смартфона Пока вертится, крутится у нас данный смартфон У нас подгружается картинка сюда У нас подгружается картинка сюда В принципе, конечно же, после полной практически подзагрузки данного приложения На этом смартфоне картинка листается на несколько миллисекунд быстрее Но в жизни, я думаю, что вы не будете особо строго обращать на это внимание Но для людей, которые, скажем так, заморачиваются на быстродействии И готовы доплатить лишнюю сотню долларов с копейками И для кого этот процесс является, скажем так, приоритетным То вы можете посмотреть Вот такое вот ресурсоемкое приложение, как Google+, вот таким вот образом ведет себя в жизни Итак, напоминаем, что здесь у нас 615 Snapdragon Здесь у нас Silicon 935 Здесь 2 ГБ оперативной памяти Здесь 3 ГБ оперативной памяти Результаты тестирования бенчмарков вы можете увидеть сейчас на экране Ну а мы продолжим тестирование в повседневной жизни Конечно же, вы будете использовать такое приложение, как PlayMark Потому что с него начинается использование любого Android-смартфона Для того, чтобы мы могли установить то или иное приложение, ту или иную игру Давайте еще раз выгрузим все приложения в фоне Для того, чтобы у нас максимально честным был этот тест Здесь включим, здесь включим Опять же, посмотрим Практически одновременно они включились Но почему-то смартфон 5X включился Приложение PlayMark включилось на несколько миллисекунд быстрее И пока, скажем так, происходит подзагрузка всех этих интерфейсов Давайте посмотрим, как будет листаться непосредственно Тоже достаточно ресурсоемкое приложение То есть, идут вот такие вот подгрузки Что здесь, что здесь Присутствуют заметные, скажем так, фризы в интерфейсе Но действительно, даже супер-пупер навороченные флагманы Которые стоят овер 40 тысяч рублей Они тоже, скажем так, практически так же себя ведут Есть, конечно же, разница Допустим, в 5X и в 7 Но вот, да даже, мне кажется, разницы нет Друзья, напишите в комментариях Вот вы сейчас видите То есть, я скроллю абсолютно с одинаковой скоростью приложения на обоих этих смартфонах Напишите, поставьте на паузу, напишите комментарии Как вам кажется, скажем так, не с предвзятой точки зрения Какой смартфон здесь себя показал быстрее Но мне кажется, что 7-очка отрабатывает немножко побыстрее В силу наличия лишнего гигабайта оперативной памяти А 5X, в принципе, не ударил в грязь лицом И тоже ведет себя очень-очень достойно Ну, вот так себя показывает смартфонный интерфейс Здесь все работает, никаких проблем нет Оболочка, соответственно, у обоих у этих смартфонов одинаковая Она основана на, собственно, оболочке от компании Huawei Motion UI Есть свои плюшки, есть свои, скажем так, минусы Из преимуществ на том и на том смартфоне, скажем так Есть возможность устанавливать сторонние темы Собственного, скажем так, производства от компании Huawei И от других разработчиков Это позволяет вам изменить внешний облик интерфейса вашего смартфона Хоть в каждый день Это, конечно же, несравнимый плюс Система, в принципе, не перегружена дополнительными какими-то настройками Как вы можете отметить, что у Emotion UI нет меню приложений Все приложения располагаются в стиле а-ля iPhone на рабочих столах Что обязует вас к какому-то определенному порядку Чтобы вы не хаотично их разбрасывали по всем рабочим столам А каким-то образом группировали в папочке Но, опять же, интерфейс никаких проблем Подлагиванием ни на том, ни на другом смартфоне нет Давайте также посмотрим, как себя ведет интерфейс на 5X Здесь тоже абсолютно все хорошо Ничего нет Тут тоже есть возможность устанавливать, предустанавливать темы На том и на том смартфоне установлена операционная система Android 5.1.1 В силу свежести данного смартфона Он более, скажем так, новее как модель, чем, допустим, вот этот вот смартфон Здесь установлена версия Android 5.1.1 А здесь установлена версия Android 5.0.2 То есть, вы можете понять, это флагманское устройство Здесь и здесь Emotion UI 3.1 Но, опять же, версия Android немножко отличается То есть, вот что хотелось бы сказать по интерфейсу Вы не разочаруетесь плавностью интерфейса ни в том, ни в другом смартфоне Итак, еще раз все выключаем Подведя итоги, скажем так, технических характеристик обоих смартфонов Тот и другой смартфон, конечно же, готов к повседневному использованию Тот и другой смартфон будет вас радовать, скажем так, плавностью интерфейса, плавностью работы Но вы должны учитывать, что разница в 10 тысяч рублей, она будет у вас сказываться Именно если вы заморачиваться будете по современным играм Конечно же, этот процессор будет вытягивать их лучше, скажем так Не будет проседания FPS, не будет, скажем так Вы сможете поставить высокие настройки графики в играх И 5TX тоже вас не подобломает То есть, вы сможете играть в современные 3D игры Но, на мой взгляд, вы будете играть на средних настройках И, в принципе, если для вас это не особо значимое значение То есть, использование То есть, вы приобретаете смартфон не для игр То тут выбор очевиден 10 тысяч разницы Тут, конечно же, скажем так, непредвзятое пальмоперенство уходит от данного смартфона Касаемо олеофобного покрытия Я, к сожалению, не могу его протестировать в полную силу Единственное, что хотелось бы отметить, что касается экранов На том и на том устройстве установлена пленка непосредственно с завода На 5X она не очень хорошего качества Она не имеет никакого практически олеофобного покрытия Пленочка на 7, конечно же, подороже И в процессе эксплуатации она будет себя показывать с наилучшей стороны, чем на 5X И, конечно же, приобретая смартфоны за такие недешевые деньги Я бы вам посоветовал устанавливать сюда защитные стекла Потому что в случае падения вам в любом случае Это, скорее всего, поможет и предотвратит ваш экран от разбития В этом большом обзоре сравнения этих двух устройств Нельзя не отметить основные преимущества Что одного, что другого смартфона за свои деньги Это их камеры Именно сейчас мы об этом поговорим более подробно Ну что ж, друзья, и самое интересное Напоследок, это камеры обоих устройств На 5X это 13-мегапиксельная задняя основная камера На 7-мегапиксельная тоже основная камера Оба этих смартфона показали себя с наилучшей стороны Оба этих смартфона, конечно же, фотографируют прекрасно Сейчас вы можете наблюдать снимки, произведенные на данный смартфон Опять же, тест видео И тест записи передней фронтальной камеры на Huawei Honor 7 Premium Вот так вот, конечно же, разительно картинка отличается От, соответственно, вы видите в фокусе мое лицо Раз в фокусе задние предметы и дома Картинка, конечно же, отличается в Full HD Там тоже, по-моему, Full HD Но смысл в том, что камера, конечно, будет получше И, соответственно, скорее всего, и звук будет писать получше Как-то так, выбор за вами Тест записи передней камеры Huawei Honor 5X Запись звука, опять же, точно такая же, скорее всего, как и на основную камеру В общем, в принципе, делает неплохие видео и фотоснимки Ну вот, можете сами посудить Абсолютно хорошие, скажем так, условия Свет падает, все нормально Есть, конечно, немножко пересветов и так далее Но, опять же, камера вроде как 5 мегапикселей И она должна работать, в принципе, неплохо Я думаю, что даже многим подойдет для видеоблогинга Если он занимается съемкой на переднюю камеру Тест видео на Huawei Honor 7 Premium Фулл HD 30 кадров в секунду Уличный, соответственно, свет Никаких дополнительных софтбоксов здесь не установлено Единственное, что установлен фокус по движению Мы сейчас сможем убедиться на фокусировке проезжающего велосипедиста Мальчика Вот такие вот кадры Звук также пишется Посмотрим, сможет ли он сфокусировать Фокусировка происходит только по тапу Вот таким вот образом Следящий автофокус То есть, вот так вот В принципе, еще не распустились почки Замыливание, соответственно, заднего фона Все это без проблем Фокус, скажем так Работает отлично Тест записи видео на Huawei Honor 5X Все те же самые условия, что из Huawei Honor 7 Premium Абсолютно тот же самый день Практически тот же самый час И, соответственно, вот такие вот результаты у нас По съемке видео и записи голоса Здесь также, как и на Huawei Honor 7 Есть фокус по тапу Сразу можете видеть, что не может сфокусировать Камера на 13 Мп фокусирует Но при этом Не такие результаты, как на Соответственно, Honor 7 Как пишет звук Сами все сейчас услышите Вот такие вот Конечно же, камера на премиум В смартфоне будет в разы лучше Я говорил об этом в распаковке Не стоит рассчитывать на Супер Качество камеры У смартфона, скажем так Среднего тонового сегмента И уже делать выводы Непосредственно, какая картинка вам больше нравится От себя я хотел бы отметить следующее Для моего личного Скажем так, мое личное мнение Если бы у меня стоял выбор В пользу того или иного смартфона По этой критерии сравнения Я, конечно же, мой выбор был Пал на Huawei Honor 7 Еще полгода назад Когда я тестировал Скажем так, не про версию данной модели Я для себя отметил Что камеры на этом смартфоне Фотографируют очень-очень хорошо За те деньги За которые он продавался полгода назад А это, прошу заметить Было 22 тысячи, по-моему, 900 рублей Я считаю, что это хит продаж И с такой камерой Он уделывает смартфоны Просто в те же Samsung, Lenovo и так далее Отличная матрица Никаких претензий По качеству записи видео и звука А не по качеству фотографий Созданных с помощью этого смартфона У меня нет Что касается 5X Здесь все предсказуемо Матрица, скажем так, бюджетненькая То есть она делает неплохие снимки Если вы, опять же, не, скажем так Сторонник фотографироваться Или фотографировать И для вас это, скажем так Не совсем важный аспект При выборе смартфона И, опять же, экономия в 10 тысяч рублей То, конечно же, стоит обратить внимание На Huawei Honor 5X Но обращаю ваше внимание на то Что даже приобретая смартфон За 17 тысяч рублей Это 200, там, с копейками долларов Да, 220-230 долларов Вы получаете неплохую камеру Которая будет вас радовать Хорошими, насыщенными снимками В повседневной жизни Ну, давайте, наверное, подведем общие итоги Потому что хочется все-таки как-то Дать четкую, ясную позицию Что я думаю по одному Что я думаю по другому смартфону А, конечно же, у нас будет Скажем так, обзоры на каждый из этих устройств Для того, чтобы немножко разграничить Категорию видео Но в этом видео я хотел бы отметить Что компания Huawei идет офигенно Как в ногу со временем И делает за последние два года Очень хорошие-хорошие девайсы Каждый может рассчитывать Именно на то качество продукта За которое он отдаст деньги В случае с Huawei Honor 5X Который стоит 17 тысяч рублей В российской рознице Это официальная его цена И, соответственно, с официальной гарантией Плюс вы получаете там Дополнительные какие-то ништяки Это, безусловно, конечно же Неоспоримый плюс Я считаю, что среди возможностей Допустим, приобрести Samsung A3 Который стоит 20 тысяч 900 рублей Но сейчас снизили цену до 19 тысяч рублей И, допустим, Huawei Honor 5X Я, конечно же, приобрел бы Смартфон от компании Huawei Если же я хочу Получать больше возможностей От камеры в моем смартфоне Безусловно, я Попытаюсь Поднакопить денежек Это не такая уж и большая Критическая разница Между этими смартфонами Потому что Даже премиум смартфон От компании Huawei Который мы сегодня разговаривали По сравнению Я имею в виду Honor 7 Премиум Он стоит, в самом деле, Недорогих денег Даже с учетом Того, что Сейчас Курс доллара Скажем так Немножко подупал Все равно 26 тысяч 990 рублей Ну, попроще говоря 27 тысяч рублей Это отличные деньги За достаточно Хороший И качественный Смартфон С возможностью С флагманскими Возможностями камеры Пожалуй, друзья, на этом все Большое спасибо, что посмотрели Данное видео до конца Давайте договоримся так Если данный ролик Наберет 200 лайков Мы обязательно Выпустим Скажем так Офигительное видео Касаемо Тоже Компании Huawei И смартфонов От компании Huawei Это будет очередной смартфон Пока Секрет какой Так что давайте Поддержите нас лайками Обязательно Подписывайтесь на канал Вступайте в нашу группу Вконтакте И не забываем Что у нас есть Купонный сайт Gadgetmania.ru На котором вы можете Экономить на покупках В интернете Не только в китайских магазинах Но и на ebay И в российских магазинах В российской рознице То есть это связной В общем, зайдите Посмотрите Там порядка 300 купонов Сейчас доступно И в некоторых магазинах Действительно достойные акции Происходят На данный момент Времени Еще раз большое всем спасибо Всем удачи Пока-пока Блин, надо клеток худеть Определенно А то зрители меня Скоро совсем не узнают Что это такое